Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня у нас, как вы понимаете, очередной мукбанк на улице льет как из ведра и самое время снимать для вас контент. Итак, что у нас на сегодня? Взяла небольшой такой воздушный десерт. Креветки в кляре, причем приготовила их сама. И вместо кляра я добавила чипсы. Точнее, взяла чипсы лейс, измельчила хорошенько и креветки сделала вот в такой панировке. Дальше здесь у нас блюдо из корейской кухни, которое называется щи-ша. Болгарский перец. Три дня уже такой дождик. У меня просто весь тикток забит видео из Казахстана. Там ужасное наводнение, сочувствую всем, кто сейчас там находится. Просто весь город затопило из-за этих сильных дождей. Но у нас такого не наблюдается. Хотя похожую ситуацию мы однажды пережили. Это было лет 10 назад. Тогда еще моя бабушка была жива. И вот дом бабушки конкретно пострадал вследствие этих обильных осадков. Как вкусно. У нас еще такой огромный минус. Бабушкин дом находится в яме. Как сказать, в яме. То есть соседи, они все выше. Улица тоже выше. А наш дом находится как бы в углубленности. У нас как бы никогда это особо не беспокоило. До того момента, как не произошла эта беда. То есть обильные осадки. Все стекло к нам домой. Причем первый этаж там начинается прям с пола. То есть обычно сейчас вот строят дома. Это 4-5 кирпичей наверх. Цокольный этаж. А здесь цокольного этажа нет. Прямо сразу идет дом. Поэтому тогда конкретно затопило. Нам повезло, что у нас очень хорошие соседи. И у одного из соседов, который справа. У него был насос. Огромный такой, чтобы поливать свой огород. И вот они общими силами. Все помогли. И выкачали эту воду. Ну вот прошло столько лет. До сих пор последствия видны на стенах. До сих пор в доме есть запах сырости. Появились трещины. Теперь я понимаю, что обязательно дом надо строить с цокольным этажом. Потому что бывают разные ситуации. Чтобы не пережить это еще раз. Холодильник испортился. Мы тогда еще не здесь были. Я как бы это вам пересказываю со слов бабушки. Потому что это все непосредственно пережила она. Поэтому хорошо иметь хороших соседей. И обязательно хорошее отношение с соседями. В трудную минуту сосед обязательно тебе поможет. Ну по крайней мере у нас в деревне так. Соседи очень отзывчивые, добрые. Обязательно помогут. Не оставят тебя в беде. И вот два дня они помогали бабушке выкачивать эту воду. Но последствия до сих пор. И вот сейчас я когда приезжаю к бабушке в дом я замечаю насколько дом находится в углублении. Ну как бы в яме так скажем. Системы канализации там практически нет. поэтому когда я вижу эти кадры я понимаю этих людей. Искренне сочувствую. Если кто-то меня смотрит как раз таки из этих регионов расскажите пожалуйста в комментариях будет очень интересно почитать как у вас сейчас ситуация помогает ли вам что там происходит вообще от первого лица. У нас прям целый день льет как и звера. Но пока что особо последствий я лично не вижу. Как вкусно! Обожаю креветки в кляре. Я всегда их покупала сейчас я смотрю готовить намного дешевле обходится и намного вкуснее. Я просто взяла королевские креветки почистила и хорошенько отварила приготовила вот этот кляр и просто обжарила их. Макала два раза. десерт прям нежнятина воздушные. Сегодня просто захотелось сделать желтые тени. Не знаю вам видно или нет почему-то освещение сегодня не очень. Ни к чему просто захотелось. монооттенок нанесла чисто один цвет и все стрелки. когда моя бабушка была жива и вот когда мы были в городе она всегда переживала всегда думала вот интересно как там мой дом в каком он сейчас состоянии наверное опять затопило и все дела. то есть когда дождик был она все переживала. В то время то ли не думали про такие вещи но вот эти все старые дома которые есть у нас в деревне они построены абсолютно без цокольного этажа. это сейчас новые постройки везде минимум 6 кубиков ставят и просто бетонируют а кто-то на первом этаже там делает какую-то кладовку какой-то сарай просто склад и все такое но бабушка в таком виде этот дом как бы уже купила то есть этот дом строила не она а уже он был готовый двухэтажным бабушка просто продала свой дом в кусарах и переехала туда и такие моменты просто не были обдуманы ну конечно это происходит не так часто понятное дело это раз в пятилетку такое может произойти но все равно вот прошло 10 лет последствия до сих пор трещина на стене запах сырости плюс это еще дом из самодельного кирпича не из кубика в то время строили именно так именно поэтому настолько настолько видны последствия вообще дом старый в прошлом году летом было землетрясение и вот в результате землетрясения тоже появились трещины так что этот дом повидал очень-очень много всего кстати что он в аварийном состоянии находится нет если так смотреть вот эти новые здания по типу нашего например здание полностью не осело люди сразу начинают ремонт и вот после того как они уже поклеили обои сделали уже абсолютно все на стенах появляются трещины именно поэтому ремонтировать прям сразу заселяться не очень рекомендуется мой сосед наверное снизу понял прям дословно и поэтому 10 лет не заселяется поэтому зимой дома так холодно потому что снизу не топится снизу сквозняк я спросила у других соседей они говорят что он приходит раз в полгода просто смотрит на свою квартиру и говорит ну да надо сделать ремонт и уезжает кстати еще кстати еще чуть не забыла многие в комментариях писали о том что они против чтобы влоги были но влоги не просматриваются особо активно я их снимаю с большой любовью но я просто смотрю что многие не очень любят влоги поэтому стоит ли этим заниматься вот в чем вопрос не знаю возможно буду снимать влоги но в ближайшее время я думаю точно нет было действительно все очень вкусно огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться берегите себя жители Казахстана которые столкнулись с такой трагедией обязательно пишите в комментариях как вы как ситуация обстоит действительно ли так как говорят всех люблю с вами была Айка пока